Центр Духовного Просвещения представляет программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» На ваши вопросы по тексту Библии отвечает Виталий Алийник. Еще раз добро пожаловать на программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» Которая посвящена исследованию отрывков Библии, вызывающих вопросы при чтении. Я получил вопрос по книге «Бытие» 17 главе стихам 13 и 14. «Бытие» глава 17 стихи 13 и 14. Вот что там написано. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». По этому отрывку Священного Писания я получил следующие вопросы. «Подистребиться» имеется в виду умершвление или изгнание? Если умершвление, то почему не практикуется изгнание, возможность переселения к другому народу? Вот это вопрос. Давайте посмотрим, какой ответ можно найти в Священном Писании. Прежде всего, глянем на слово «истребиться». В оригинале это глагол «карат», который означает «рассекать», «отсекать» и так далее. В первый раз, когда это слово используется в Священном Писании, в подлиннике, мы находим его в книге «Бытие» в девятой главе в одиннадцатом стихе. Девятая глава, одиннадцатый стих. Вот что там написано. «Бытие девять одиннадцатый». «Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет уже потопа на опустошении земли». Вот этот глагол «истреблена» – это именно глагол «карат». Вот он слева выделен. То есть «карат» здесь переведено как «истреблять». Речь идет совершенно определенно о физическом истреблении. Однако кто-то может обратить внимание на то, что в этом тексте глагол «карат» сопровождается словом «плоть», то есть «истребление плоти» и описываются воды потопа, когда в действительности были истреблены живые существа. Что же будет означать в словосочетании «истребиться душата»? Ибо именно о таком словосочетании идет речь в исходном отрывке. В книге «Бытие» в семнадцатой главе в четырнадцатом стихе говорится «истребиться душата из народа своего». Давайте, соответственно, найдем в тексте Священного Писания фразу, где используется и глагол «карат», и слово «нефэш» – душа. Например, книга «Исход», тридцать первая глава, четырнадцатый стих. «Исход», тридцать первая глава, четырнадцатый стих. «Соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот добудет предан смерти. Кто станет воную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Перед нами параллелизм. Во второй части глагол «истреблена» в подлиннике «карат», а в первой части говорится «да будет предан смерти черным по белому». И в первой, и во второй части этого стиха речь идет о нарушении субботы. «Да будет предан смерти, или же должна быть истреблена из среды народа своего» – это тождественные понятия. Поэтому базовое значение фразы с использованием глагола «карат» и «нефеш», то есть «истребление души» – это физическая смерть. Однако, когда мы задаем вопрос о том, в действительности ли это всегда означало именно физическую смерть, может ли идти речь об изгнании из общины, в данном случае из страны Израиля, поскольку Израиль был общиной и общностью верующих, то открывается следующая картина. Я приглашаю посмотреть на первую книгу царств, в 28 главу, 9 стих. Первое царство, 28-9, там используется изучаемый глагол «карат». Но женщина отвечала ему, «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны всех волшебников и гадателей, для чего же ты расставляешь сеть в душе моей на погибель меня?» Глагол «выгнал» является переводом глагола «карат». Вот он. Вопрос. Почему же здесь переводчики не использовали термин «истребить»? Отнять жизнь? Почему перевели как «выгнал»? Ответ – в силу контекста. Поскольку перед этим в этой же 28 главе первой книги царств, в третьем стихе описано, как Саул это сделал, следующими словами. «И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны». Вот здесь слово «изгнал», хотя оно выглядит абсолютно одинаково в синодальном переводе и в этом третьем стихе, и в том, который мы читали перед этим, в девятом стихе. Здесь в оригинале используется другой глагол – «сур». И он означает, например, вот что. Книга «Бытие», 30 глава, 32 стих. «Бытие» 30, 32. «Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и крапинами из кос. Такой скот будет наградою мне». И далее это и произошло, 35 стих. «И отделил» – тот же самый глагол «сур». «И отделил в тот день козлов пестрых с пятнами» и так далее. И таким образом договор осуществился. То есть речь идет о том, что для описания того, что же Саул сделал с гадателями и волшебниками, используется глагол «сур» в 3 стихе и сказано «изгнал», то есть «отделил», «выдворил» их. Он дал им возможность выселиться из страны Израиля. А позже со ссылками на то же самое событие используется глагол «карат», который в своем базовом значении означает «отсечь», «рассечь», «истребить» и так далее. Для того, чтобы соответствовать контексту, при использовании глагола «карат», который повествует о том же самом событии, которое ранее описывалось глаголом «сур», переводчики используют термин «изгнать», «выселить». Таким образом, в действительности, исходя из этого примера, мы находим, что была опция «отселиться». Тот, кто не желал служить Господу, жить по его воле, исполнять его законы, он мог себе избрать другую страну для проживания. Но это означало, что этот человек на практике, он должен был теперь решать вопросы своей веры и так далее в контексте культуры, религии и обычаев того народа, к которому он переселялся. Индивидуализм, так знакомый нам по современному обществу, где, скажем, в одном городе можно встретить представителей разных религий, разных течений внутри разных религий. При этом плюрализме верований, воззрений и так далее, которые воспринимаются как нечто обыденное, в древности этого всего не существовало. За редким исключением, и уже в более близкие к нам времена только лишь можно было найти опцию, при которой человек мог продолжать сохранять свою идентичность, переселяясь в другую землю. Но, если вернуться к сути вопроса, то тот, кто не желал служить Господу, не желал жить по Его заповедям, он в действительности мог переселиться и жить в другом месте. Мы еще подойдем к отрывкам Священного Писания, которые проясняют, за какие именно грехи была вот такая строгая мера наказания, когда написано «истребиться из народа своего». Но, если забежать вперед, то достаточно сейчас сказать, что речь здесь идет не о том, какое преступление, какая именно заповедь нарушена, а о том, с каким отношением и какова мера противления Богу. Вот это ответ на вопрос о значении фразы «истребиться душа». Если это видео принесло вам пользу, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с теми, кто вам дорог. Не забудьте также подписаться на канал Центра Духовного Просвещения. Вопросы по тексту Библии можно присылать по электронной почте на адрес вопрос-собака-russian-centers.com Субтитры создавал DimaTorzok